Мы в город изумрудный Казки в настоящий момент оживают на сцене Республиканской государственной филармонии в новой интерпретации Ставропольского режиссера Евгения Пересыпкина. Идея постановки на сцене Государственной филармонии Карачаева-Черкесии мюзикла принадлежит директору Рамазану Барокову. В качестве режиссера-постановщика был приглашен Евгений Петрович Пересыпкин, художественный руководитель и режиссер-постановщик Театра студии «Слово» имени Владимира Гурьева из Ставропольского. Я не мог не согласиться, потому что эта идея меня тоже увлекла. И я люблю эту сказку, и у меня есть друг, который болеет этой сказкой. И когда мы разговаривали с Амазаном Хадировичем, он говорит, ну давайте музыкальный спектакль, возьмем известные песни, напишем тексты и поставим. Я говорю, может быть, давайте сделаем все оригинальное, музыку оригинальную, тексты оригинальные, потому что у меня есть человек, который может это сделать. Таким человеком оказался поэт, композитор и певент Сергей Лещо, который написал к мюзику волшебной изумрудного города абсолютно оригинальную музыку и тексты к песне. И даже инсценировка, которую мы сделали, конечно, она отсылает к сказке Волкова, написана по мотивам. Есть герои, которые там же действуют, сюжетные положения совпадают. Ну, текст мы тоже переработали частично. Поэтому, в общем-то, это будет оригинальное произведение, которое вот начнет жить на этой неделе. Ну, неужели вы, ну, грубо скажу, выкинули из сценария знаменитую песенку «Мы в город изумрудный, идем дорогой трудной»? Она не прозвучит? Нет, она не прозвучит, потому что это известная песня, она написана для мультика. Но у нас есть другая песня, которая тоже проходит рефреном о том, что они идут к Гудвину, он волшебник, он может все. И они, он сможет выполнить желание. Тема остается, исполнение желания, но форма совершенно меняется. Рефреном тоже будут идти песни, которые поют наши герои. Но это будет другая песня. Давайте заглянем за кулисьем. Работать с театральными актерами, артистами, у кого есть такое фундаментальное театральное базовое образование, это один вопрос. Работать с составом, который поет, но не имеет драматургических навыков, это совсем другое. Да, драматический актер отличается от вокалиста, который, ну, не обязательно играть, он спел песню, это плохой вокалист. Хороший вокалист все-таки проживает песню, он способен выразить эмоцию, содержание, духовное какое-то наполнение в песне, рассказать историю. Здесь именно такие вокалисты, которые проживают песни, поэтому с ними было интересно работать. У нас театр, который возглавляет, это театр-студия, туда приходят люди, которых мы обучаем. Это и дети, у нас есть и взрослые, которые... Поэтому процесс обучения для меня знаком. Мне было интересно поделиться тем опытом, который я имею в процессе обучения. Мы провели несколько тренингов с ними. Я пригласил мою супругу, которая является педагогом по сценической речи. Она провела тренинг с актерами. Потому как себя правильно держать на сцене, как правильно посылать звук. Конечно, у них они работают в микрофоны, но тем не менее, и это тоже необходимо. Уметь правильно выразить мысль через слова, потому что эмоцию точно передать. Это тоже сценическая речь. И у нас была серия тренингов, которые показали, что потенциал этой труппы очень высок. И что самое интересное, они хотят обучаться. И они не хотят говорить, вот мы уже звезды, мы ничему не хотим учиться. Нет, они хотят учиться. И этот опыт для них очень интересен. И он им тоже важен. Поэтому они со всей энергией включились, со полной отдачей работают над ролями. Если человек хочет научиться, он научится. Если он хочет приобрести новые знания, он приобретет. И поэтому было, не скажу, что было легко, конечно, было сложно, но интересно. И результат мы представим уже в эту пятницу и 16-го числа. Я с удовольствием приглашаю зрителей на наш мюзикл «Волшебник из Амуродного города», который состоится сегодня в 16.00 в филармонии Карачао-Черкесской республики. Мы вас ждем. Вас ждет волшебник Гудвин и его друзья. Герои новой музыкальной постановки поют и говорят с голосами артистов Государственной филармонии Карачаева-Черкесии. Для кого-то из них это первый театральный опыт. Кто-то уже имеет в своем актерском багаже серьезные работы, как, например, студент 4-го курса Карачаева-Черкесского колледжа культуры и искусств, начинающий драматический актер Назир Биджин, сыгравший в спектакле «Асос» по следам Махаджиров и других в постановке Абазинского театра. Назир, тем более после таких серьезных драматических ролей перевоплотиться в героя этой детской сказки, тем более поющего героя, это музыкальный спектакль. Я понимаю, что актер должен это уметь делать, но тем не менее, как ты работал над собой, над этой ролей? Действительно, после серии таких серьезных ролей, роль Страшила, это действительно вообще совершенно другой мир, совершенно другой внутренний мир, и нужно было перво настроиться. Тем более, это же, получается, детский музыкальный спектакль, это как бы сказка, и тут более выражены, более яркие эмоции, движения и выражения лица и тому подобное. Было сперва, скажем так, было непризнание этой роли внутри, но это абсолютно нормальный процесс у любого актера. С помощью, скажем так, работы режиссера надо мной и с помощью отношений, скажем так, на сцене с другими актерами, скажем так, мы вышли на такой истинный путь Страшилы на этой сцене. Сегодня состоит премьера этого спектакля. Какие чувства тобой сегодня обуревают? Поделись, пожалуйста. Ну, конечно, волнение присутствует однозначно. Ну, и, как вы уже знаете, это будет первый оригинальный мюзикл на Северном Кавказе. Это еще вдобавок волнительнее, ответственнее, чтобы все прошло гладко, все прошло идеально, скажем так, и по своей роли, и вообще в целом, чтобы зрителю понравилось, чтобы дети были в восторге. Для тебя важна детская аудитория, вернее, реакция детей? Конечно, у детей самая настоящая реакция. Они никогда не будут, скажем так, говорить хорошо, когда им там плохо, там что-то не понравилось, да. У них самая настоящая, самая правдивая будет эмоция. И детская аудитория, она, если ее сможем, скажем так, завести своими какими-то штучками актерскими, да, то они будут тебя поддерживать на протяжении всего спектакля. Если же вначале ты, скажем так, им не понравился, то на протяжении всего спектакля ты будешь чувствовать какое-то напряжение со стороны аудитории. Большую вокальную нагрузку в этом мюзикле на себя взяла известная певица, чей чудесный голос звучит практически на всех цинических и концертных площадках республики Анжела Мукова. Для меня петь немного коряво – это новый опыт, но моя героиня – воплощение зла. Мне вообще удаются отрицательные роли, они, как правило, очень характерные. И поэтому моя вокальная партия звучит соответственно, говорит артистка. Я хочу сказать в защиту злодеев, что без зла не узнаешь, что такое добро, правильно? И поэтому где-то я и оправдываю таких вот персонажей, которые играют отрицательные роли. Что касается музыкальных фонограмм, то над ними трудился звукорежиссер Ленар Александров. И, конечно, это еще не все участники задействованы в рабочем процессе. Спектакль – это большая работа, большой труд, он коллективный труд. Работают не только ребята, которые задействованы в спектакле как артисты, работают. Еще костюмеры, работает хореограф. Вот назовите, пожалуйста, имена этих замечательных людей. Ну, Оксана Зимовская – это член Труппы, это актриса Труппы. Она поставила все хореографические номера, которые очень яркие получились, интересные, самобытные. Мы с ней обговаривали практически каждую роль и пытались и пластически ее решить. Лев должен двигаться иначе, чем Страшила, естественно. У них совершенно разные композиционные построения танцев. Тут нас и костюмы иногда заставляли действовать, потому что песня, которую написал Сергей Ильичев, первоначальному костюму, который мы задумывали для Страшилов, не подошла. Ну, просто резонировали костюм, противоречил песне. А песня костюму пришлось тогда искать другое решение костюма. Над костюмами работали художники из Ставрополя. Это Ирина Лукинова и Светлана Лещенко, это наш дизайнер по костюмам. Они все эти костюмы создавали и сшили нам. Вот наши художники тоже нарисовали красивые декорации. Вот эти локации, которые будут переносные, поэтому можно будет играть на других площадках. Они легко разбираются и собираются. Поэтому большое количество людей работало над этим спектаклем, создавая ту прекрасную сценографию, которую увидят наши зрители. Если все получится, и дай бог все получится, вы к нам еще приедете со своими уже задумками? Есть у нас желание в следующем году поставить еще несколько интересных, ярких спектаклей, которые, я надеюсь, полюбятся зрителям Харча и Черкесии. Есть желание, возможности найдем, правда? Найдем. Не будем раскрывать всех секретов премьеры. Разве только скажу, что она состоится сегодня, 16 сентября, в 16 часов. А учитывая то, что на часах только начало 10-го, вы еще успеете собраться, позвать с собой своих соседей, друзей, одноклассников и, конечно, ребятишек. И непременно ждем вас сегодня в Республиканской филармонии. Добро пожаловать! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова